Добрый день, дорогие друзья! Давайте поговорим сейчас о том, где вы будете жить как студенты. Давайте поговорим о тех местах, где вы можете жить, в видах студенческого общежития. И первое это, собственно говоря, студенческое общежитие. Студенческое общежитие это частный бизнес, обычно крайне редко встречается при университетах, но все-таки зачастую даже при университетах это переходит в частные руки. Независимые, да, но связанные с учебным заведением и, соответственно, плюс это жилье готово сразу. Это жилье, казалось бы, подходит для студента лучше всего, но для обычного студента, для вас, дорогие друзья, которые привыкли жить в комфортабельной обстановке семейного типа, где вы сами себе режиссеры, для вас это может не подойти, это минус. Ну и минус, потому что это дорого, это всегда чей-то интерес между теми, кто владеет этим жильем, на самом деле владельцами этого жилья, и вами всегда входит один или два посредника. Так что взвешивайте плюсы и минусы. Второй случай, это когда вы селитесь в так называемом хомстей, у каких-то владельцев, которые вас поселяют, либо потому что им скучно, и тогда, к сожалению, они будут надоедливые, либо, либо, когда им нужно заработать деньги. Если человек идет на то, что поселяет у себя посторонних людей ради денег, этот человек зачастую, но не всегда является просто жадным, который будет вас опять-таки кормить, а бы, чем, соответственно, запрещать вам порою пользоваться душем и так далее и тому подобное. Жить с владельцем жилья, который, в общем-то, априори будет достаточно money-oriented, то есть человек, зацикленный на деньгах, не самое лучшее дело. Я жил и в первом, и во втором варианте, скажу, ну, скажем так, это на любителя, смотрите сами. Третье, это когда вы находите жилье через какие-то ГАМ-3, через какие-то ресурсы, которые для всех, и, соответственно, там очень много кидалово. То есть ты можешь приехать и увидеть, что все в грибке, что что-то пошло не так, деньги тебе уже не вернут, и если вы хотите заработать себе геморрой, то, пожалуйста, можете на это, как бы, на такие объявления обращать внимание, но тут, как бы, ваша ответственность, вы сами за все отвечаете. И я лично, мое мнение, я считаю, что это далеко не лучший и не самый надежный вариант. Есть еще подселение через своих ребят. Здесь очень важно то, что мы создали большую систему, и в подавляющем большинстве эти ребята помогают вам достаточно значительно. Вы же приезжаете и уверены в том, что вам будет легко, вы живете с людьми близкими, вам по духу, вы уже хотя бы заочно знаете этих людей. Комбинация с студенческим общежитием, это такие люди, как Дэниел Блосс, и такие, как Денис Александром, мои бывшие студенты, и нынешний, кстати, студент. И друзья, это люди, которым можно доверять, как бы, иногда у людей не складываются человеческие отношения. Здесь, опять-таки, стопроцентных гарантий успеха нет. Но это тоже неплохой вариант. А последний вариант, это самый лучший вариант, когда вы снимаете жилье, подобрав уже сожителей, то есть те, кто вместе с вами будут снимать это жилье. Иногда ваша семья, в общем-то. И берете это жилье на прямом рынке, на основном, на первичном рынке жилья. Это все замечательно, но проблема в том, что, во-первых, конкуренция очень большая. Не всегда именно вам сдадут такое жилье, и поэтому мы сейчас ведем переговоры с равными риэлторами, чтобы они работали с вами напрямую. И в этом случае все будет хорошо, но вам надо набрать определенные поинты. Короче говоря, вы не можете в этом случае взять жилье сразу. Но в будущем вы должны именно на это ориентироваться, и самые лучшие из наших студентов, самые успешные, в итоге оказываются на первичном рынке жилья и снимают это жилье сами. Дорогие друзья, вы должны понимать, что уникальность нашей системы, уникальность нашей группы, уникальность нашего содружества студентов, уникальность нашей Австралии, одной Австралии, в том, что ни я, ни другие агенты, ни студенты не зарабатывают на вас дополнительные деньги. Если, конечно, это не является их бизнесом, а опять-таки и Дэниел, и Денис, и Александр молодцы, они хорошо ведут свое дело. Но в остальном, все те ребята, которые вам что-то советуют, эти люди не преследуют никакой материальной выгоды. В том числе и ваш покорный слуга, оборудовательный агент Александр Петров. И это крайне редкое, можно сказать, уникальное явление в этом бизнесе, вообще в жизни студентов, русскоязычных, по крайней мере, студентов в Австралии. Присоединяйтесь к нам, становитесь нашими студентами, эмигрируйте с нами в эту замечательную страну, и вам будет счастье, потому что здесь и с нами лучше, чем где-то еще и без нас. Спасибо.